Сочи, Краснодарский край, 21 августа 2021 года. Вы спросите, почему я сегодня царь горы? Да потому что я залез на гору Щебенки, с которой, кстати, здесь очень скоро будет уже сделана асфальтированная дорога. Весь вопрос в погодных условиях, которые сейчас мешают ребятам закончить всю эту процедуру. Итак, 13 домов, каркасно-счетовые дома. 5, 5 и еще 3. Сейчас прохожу по территории, посмотрите, поймете, как все это будет выглядеть. В зданных домах ценник на сегодняшний день 84 квадратных метра, 12 миллионов 600 тысяч рублей. Если вы на стадии строительства заключаете договор подряда, то 11 миллионов 550 тысяч рублей. Каждый сам для себя решает, что ему интереснее. Купить одну комнату квартиру на Мамайке за 12 миллионов, либо, если у него есть машина, приехать в село Иларионовка и жить по соседству со мной в таком прекрасном домике с ремонтом под ключ. Ребята, чтобы было понимание, 500 метров здесь находится школа, газ, извините, вру-вру, стоп-стоп-стоп, вырезаем это, газа нету, электричество 15 киловатт, до остановки 200 метров, до сюда полностью асфальтированный подъезд, вода центральная, ребята, не скважина, как у меня, центральное водоснабжение. Вот, ну и в принципе, что, пойду, покажу вам домики, несколько вариантов, либо внутри гипсокартонов обшитые стены, все утеплено, и, соответственно, это у нас под обои, под покраску, либо у нас есть еще там домик, там сейчас музыка играет, еще только в процессе ремонта, там можно сделать все внутри, обшить вагонкой. Короче, сейчас пойду и покажу. Так, ну вид здесь будет потрясающий, крайне он уже потрясающий, то есть вид на горы. Это такой коттеджный поселочек, стиль шале, стиль шале. Вот так смотрятся домики, смотрите. Вот Катюха на расслабоне, с каким-то мужчиной уже. Та-да-да-да. Так, ну в общем, значит, я что вам хотел показать, что как на террасе смотрятся окна, посмотрите, какая красота. То есть домики светлые. Чтобы вы понимали, всю территорию приведут здесь в порядок. Везде будет асфальт, везде будет ливневка. То есть никакие катаклизмы, никакие дожди, никакие проблемы вас не коснутся. Потому что 13 домов, вы понимаете, это не два дома, не один и не три. Пойду в дом, покажу вам, как в доме все выглядит. Так, ну давайте самый готовый вариант на сегодняшний день покажу вам. Дом уже стоит, поэтому 12 миллионов 600 тысяч рублей. Все, получаете свидетельство на землю, свидетельство на дом. Заходите, расставляете мебель, живете. При входе ламинат. Чтобы было понимание, это гипсокартон сверху обои, обои под покраску. Можно оставить белую, можно покрасить любым цветом. Все, здесь у нас вся электрика. Так, дальше. Так, так, так. Ну впереди сразу давайте так, ванная комната. Это должно было быть так. Ванная комната. Я, честно скажу, я бы переделал, я бы переделал. Плитка нормальная. Здесь плитка, в принципе, нормальная. Ну, ванная, окей, терпимая. Ну, вот унитаз бы я другой бы поставил. Раковина тоже, ну, маленькая. Поставил бы какую-нибудь побольше или двойную. Здесь большое зеркало. Но это все мелочи. По крайней мере, это уже есть, и это все функционирует, поэтому можно, соответственно, жить. Кухня-гостиная огромная. Посмотрите на эти панорамные окна. Реально. Она очень светлая. Очень светлая. На террасе лиственница, ребята. На террасе лиственница. Поэтому ничего не будет. Никаких проблем. Здесь все выведено. Электрика выведена. То есть, все под кухню выведено. То есть, светлая кухня-гостиная. Никаких проблем вы испытывать не будете. А розеток, я посмотрел, более чем предостаточно. И вот у вас выход на террасу. Пожалуйста, стул, стол, пожалуйста, кальянчик, ужин. Все, что угодно. Без проблем. Соответственно, справа горы, слева горы. А вдали Кавказ. То есть, никаких проблем нет. Дальше. Дальше. Потолки. Если здесь 2,70 потолки, то я... Ой, 3,70. Ой, извините. Опять собрал. Простите, пожалуйста. 2,70 здесь. Потолки. По краю, если мы берем. То там 4, наверное, блин, я не знаю, с лишним. То есть, очень высокие. Очень высокие. Две спальни. То есть, кухня-гостиная. Две спальни. 84 квадрата. Помните? 84 квадрата метра. Под кондиционер в каждую комнату тоже все выведено. Осталось только повесить кондиционер. Все. Две спальни. Первая спальня. Детская. Ну и вторая тоже, либо кабинет. Либо кабинет. Все. Значит, нарезка 4 сотки земли. Есть 5 соток земли. Это будет шипа дороже. И вот у вас, пожалуйста... Попробую я сейчас самостоятельно с этим справиться. В прямом, так сказать, эфире. И вот у вас, пожалуйста... Назовите, как хотите. Мансардный этаж, чердак, все что угодно. Но по полу там целых 60 метров. А если брать, как бы, там, понятно, низкий потолок. Всего лишь метр пятьдесят. Поэтому... Ну, слушайте, для детей там чисто покайфовать. Повалять дурака, так сказать. Огромное пространство. То есть, 40 метров здесь есть. И там спокойно можно... Ладно, давайте, чтобы уже все до конца, вы не поверили. Я залезу полностью. Все. Я не в полный рост, конечно, здесь стою. Я еще раз говорю. То есть, здесь до перекрытий, до этих, чтобы вы понимали, как бы, метр пятьдесят. Но, тем не менее, здесь какую-нибудь прикольную детскую... В конце концов, хоть кладовую здесь устроите, что хотите. Так, я пошел вниз. Так, ну, давайте покажу второй вариант. Там, правда, сейчас идут работы. Ребята громко слушают музыку. Но, тем не менее, чтобы вы понимали, там, получается, у нас спальня с гипсокартоном, отделка под обои. А вот основная кухня-гостиная, это у нас вагонка. Но ее покрасят в белый цвет. В белый цвет. Я думаю, что это будет смотреться крайне модненько. Сейчас просто молча, потому что там не будет слышно вам. Зайду. Не хочу, ребята, отвлекать от рабочего процесса. Вы просто посмотрите, как это будет выглядеть. Давайте. Это коридор. Спальня будет гипсокартон и обои, как и там. Вагоночка покрасится в белый цвет. Ну что, резюмируем. Пока кто-то работал и в Каулаш употел, кто-то, как всегда, отдыхал. Кто отдыхал? Да, конечно же, Катюха отдыхала, как обычно. Ребята, нарезка по 4-5 соток земли, 84 квадратных метров. Все типовые дома в стиле шале. Стоимость на стадии строительства 11 миллионов 550 тысяч рублей. Готовые дома, к которым вы можете заехать уже завтра, 12 миллионов 600 рублей. Строители, по вашему пожеланию, могут выполнить все необходимые моменты, нюансы, соблюсти. Сделать все, что вам нужно для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Посмотрели на горы, попивали менишка, курили кальян и кайфовали со своей любимой. Вы меня услышали. Семья, я вас обнял. Пока, пока.